Здравствуйте! Это «Вечер на седьмом» и в студии для вас работает Анна Кравцова. Я рада приветствовать в нашей студии председателя Киевского суда Одессы Сергея Анатольевича Швенкана. Здравствуйте! Очень интересный год выдался действительно в судебной системе 2016-й. Тяжелый, мне кажется, для судей. Действительно было очень много нападений, е-деклараций, когда иногда приходилось отстаивать свою честь. Расскажите, пожалуйста, каким он выдался для Киевского суда? Честно говоря, год выдался непростым. 2016-й год мы провожаем и понимаем, что было много сделано. Он богат на интересные события. И сказать, что это было легкой прогулкой, и для судебной системы это будет неправильно. В 2016-й год стартовала судебная реформа. Она сегодня набирает достаточные уже обороты. И в Верховный суд Украины сегодня происходит набор. Скоро мы увидим новый Верховный суд. В стране огромное количество, если брать и в Одессу, и в целом по стране судебная система показала, что она работала, работает и имеет право на нормальную жизнедеятельность, так же самое, как и исполнительная и законодательная ветка власти. Ежедневно судьями выносится огромное количество решений. Выносятся решения по резонансным делам, по тем делам, которых интересуют наши граждане. И, вы знаете, конечно, печально, что в течение года 16-го общества многие политики и многие люди, которые не заинтересованы в том, чтобы судебная система работала нормально, пытались неблагоприятный фон сделать для судебной системы. Это, конечно, что говорить, если о минусе. Но давайте лучше поговорим о плюсах. Мы развиваемся, судьи в большинстве своем приветствуют и эту же судебную реформу. И мне кажется, что даже последний экзит-пол, который проходил и в Верховном суде Украины, говорит о том, что возвращается потихоньку доверие к судебной ветке власти. О каких-то непонятных цифрах в 3-5%, о которых твердят политики, либо те люди, которые никогда не сталкивались с судебной властью, не соответствуют действительности. И мы даже видим, если верить последнему экзит-полу, то судебной ветви власти доверяют 37%. Хорошо это или плохо? Однозначно хорошо. Ниже кому доверяют, там и указан и парламент, и многие-многие другие государственные структуры. Я не хочу им делать, в отличие, может быть, от других, не хочу им делать неблагоприятную картинку. Не хочу занижать, может быть, их достоинства. Но суду доверяют намного лучше, чем многим другим государственным институтам. И это приятно. Мы прощаемся с 2016 годом и входим в 2017 год с оптимизмом, с хорошим настроением. Понимаем, что в следующем году будут создаваться новые апелляционные суды, новые окружные суды. Судебная система меняется. Меняется к лучшему. У нас уже принят закон о высшем совете правосудия. И если говорить о позитивных моментах, конечно, нужно выделить то, что полностью законодательная ветка власти уходит от влияния, какого-либо влияния на судебную систему. То есть полностью этот орган, высший совет правосудия, будет решать судьбу любого судьи. Начало от его назначения и увольнение уже его в отставку. Привлечение дисциплинарной ответственности за нарушения, если судья их допустил в ходе своей работы. Я думаю, естественно, это плюс. При формировании бюджета и формировании бюджета на следующий год, обязательное мнение будет высшего совета юстиции относительно сколько нужно средств, для чего, на какие суды, на какие цели судебной системы нужны будут средства. Об этом также будет спрашивать теперь высший совет юстиции. Конечно же, это позитив. Я вижу и верю в то, что доверие граждан возвращается. И, думаю, нас ждет нормальный, интересный 2017 год, где доверие, наверное, к судам будет еще выше. Если говорить об успехах реализации судебной реформы в 2016 году, вот ваши коллеги, киевские судьи, что отмечали? Ну, прежде всего, я доволен, что в новом законе, в высшем совете юстиции, решена судьба тысячам молодых судей, у которых закончились полномочия, и они уже год, два и три ждали возможности продолжения своей работы. О них подумали, и они не уволены, не оставлены за бортом, как хотели некоторые горячие головы в политикуме. У них будет возможность дальше продолжить, в ближайшее время продолжить свою работу. Я вам говорил, на 95%, а сегодня, учитывая, что Вышекополитационная комиссия дала им зеленый свет, то это все профессионалы из этой тысячи смогут приступить к своей работе по всей территории Украины. Я вам скажу, что сегодня достаточно сложная картина по отправлению правосудия во многих судах Украины. Есть суды, где не имеются ни одного судьи. Есть суды, где всего около, где двое судей всего-навсего. Невозможно создать даже так называемую тройку при рассмотрении, допустим, какого-то тяжкого преступления. И я надеюсь, в ближайшее время эти судьи смогут приступить к работе и быстренько рассмотреть те дела, возможно, и заволокиченные дела, в которых в судах, а в каждом суде это имеется. Также позитивный момент и отмечен по тем судям, у которых заканчиваются полномочия. Это говорит о том, что законодательная ветка власти также думает о будущем страны и понимает, что серьезные решения нужно принимать холодной головой. Очень важно, мне кажется, что произошло в судебной реформе и вообще в жизни нашей страны, это электронный суд. Я знаю, что ваш суд присоединился первым, это был пилотный проект, да? Как вы запускали его, с какими трудностями вы столкнулись? Вот если говорить, знаю из вашего опыта, что вы очень часто общаетесь с людьми и вы пытаетесь их слышать. Есть ли какие-то стереотипы в их мышлении, пугаются они, либо они наоборот думают, что им стало легче? Тем началом мы должны гражданам объяснить, что такое электронное судопроизводство. Возможно, возможность подачи искового заявления, либо просто заявления в электронном виде, формирование дела и движение по судебным инстанциям от 1 до Верховного Суда Украины в электронном виде и общение с участниками процесса в электронном виде. Пример. Адресное бюро. Мы не можем открыть производство по делу, если у нас нет ответа, где проживает участник процесса. Ранее это занимало недели и, возможно, и месяцы были на ответ с адресного бюро, где же проживает этот гражданин. Сегодня мы такие ответы получаем в течение дня. Таких ответов и запросов в электронном виде у нас тысячи. Налаженная работа в электронном судопроизводстве с миграционной службой, с исполнительной службой, с полицией, прокуратурой, пограничниками и многими-многими другими государственными службами. Значит, подача в электронном виде, второе – движение по инстанциям и третье – работа между государственными органами. Что нам дает это? Экономия денег и экономия времени. Гражданину ведь что нужно? Его не интересует, что сегодня происходит судебная реформа. Его не интересует, что происходят в государстве какие-то проблемы. Ему нужно прийти в суд, у него есть спор, получить законное справедливое решение быстро, в короткое время. Электронное судопроизводство дает возможность это сделать. У нас недавно был с так называемой инспекцией, кстати, это одно из таких ярчайших событий за 5,5 лет нашей работы, это посол США, был в Киевском районном суде города Одессы, и он приехал проверить работу UECD. UECD – справедливое правосудие, которое непосредственно работает с проектом электронное производство, судопроизводство. Нужно объективно отметить, что эта идея пришла нашему начальнику судебной администрации Куценко Владимиру Дмитриевичу, который ездил в Арабские Эмираты, увидел, как там работает. После этого мы с ним вместе ездили в Боснию и Герцеговину, ездили в Молдавию, и совместными усилиями создали проект электронное судопроизводство. И показываем сегодня, не только в Одессе и в Одесской области, а также в нашей стране, что это удобно, это современно, это по-европейски. Эта система может жить, поэтому нам нужно идти только этим путем. Посол США был очень доволен то, что увидел в Киевском суде. Владимир Дмитриевич Куценко представил небольшую свою работу, что было сделано, проделано именно конкретно в Киевском суде. Конкретные были продемонстрированы цифры, а это несколько тысяч заявлений в гражданском судопроизводстве, несколько сотен, это ввинительных актов поступило в электронном судопроизводстве, ходатайство и заявления у нас в порядке досудебного расследования. То есть эти все цифры были показаны нашему послу США и также продемонстрировано в судебном заседании непосредственно рассмотрение гражданского дела в электронном судопроизводстве. Она пообещала, что еще приедет к нам, я так понимаю, что в следующем году, в 2017 году, и выразила надежду, что электронное судопроизводство на примере Киевского районного суда будет работать по всей территории не только Одесской области и нашей страны. За этим будущее. И я думаю, что доверие граждан как раз и в плоскости электронного судопроизводства мы можем рассматривать. Ощущали ли вы гордость, что Киевский районный суд города Одессы действительно обозначен такой ярким посещением посла США Марии Иванович? И либо вы стараетесь не думать о тщеславии, больше стараться внедрить это и в другие суды, и больше думаете о перспективах Украины в судебном производстве? Меня, в принципе, интересует не только работа и не только достижение нашего Киевского районного суда. Сказать вам честно, было приятно или нет? Конечно же, это было приятно. Это заслуга не только моя, это заслуга моего коллектива. У меня прекрасные судьи работают в Киевском суде. Сильнейший аппарат, который заслужил, чтобы к ним приехал и посмотрел на работу Киевского районного суда посол одной из самых сильных стран мира. Пообщался, задал вопросы. У посла было очень много вопросов. Вы знаете, было всего выделено один час на нахождение в Киевском суде. Она пробыла, насколько я помню, там час двадцать или час тридцать. И желание было еще задержаться. Мы походили, показали работу суда. Посол Мария Иванович была под впечатлением. И я хочу еще раз подчеркнуть. Киевский суд и вообще суды Украины могут работать не хуже, чем другие европейские суды. Не хуже, чем те же самые американские суды. У нас есть желание, у нас бьется сильно сердце, и у нас горят глаза. И она это заметила, она это обратила внимание. И говорит, что мы готовы поддерживать всяческие реформы, в данном случае судебную реформу, в вашей стране. Однако у вас должно было быть желание меняться. Киевский суд показывает, что у нас есть желание меняться. Мы говорим, сказали слово, за словом у нас идет сразу дело. Она это видит, чувствует, и я надеюсь, что у нас большое будущее в этом направлении. Вот от такой довольно-таки серьезной, весомой темы, к менее серьезной, казалось бы, на первый взгляд. Вот что меня поразило за последний период, я по вашей улыбке уже чувствую, что вы предвещаете вопрос, это то, что ваш суд первым решил присоединиться к такому мировому опыту, где судьи участвуют вот в манекен-челлендж. Я даже знаю, что у нас есть отрывок из этого, и на второй экран обязательно режиссер выведет. Расскажите, пожалуйста, как вообще пришла эта идея, и почему вы решили поучаствовать в такой затее? Это действительно облетело все СМИ, интернет, и много просмотров. Ну, вы знаете, конечно, приятно. На сегодняшний момент там около 17 тысяч просмотров на Ютьюбе, и 1011 уже просмотров на сайте данного события. Конечно же, приятно. Я вам скажу, что отчего судьям и сотрудникам аппарата не чужды мирские, проблемы, и нам хотелось каким-то образом поздравить не только себя и своих коллег из судебной системы к Дню Суда каким-то таким вот интересным способом. Данный ролик снимался 14 декабря, и мы так спешили, хотели, чтобы он вышел 15 декабря как раз в день работника суда, однако по техническим причинам у нас не получилось. Я вам объясню, у меня возникла эта идея, и я просмотрел, когда и вузы уже провели у себя челлендж, и государственные структуры других стран, насколько мне известно, и в Белом доме у нас был челлендж. И я подумал, почему бы таким посоветовался со своими коллегами. Во-первых, это было достаточно смело, я благодарен коллегам, что они не побоялись, и сотрудникам аппарата. И мы с коллегами решили, судьями непосредственно, решили, что это будет неправильно, если только будет аппарат суда, будет участвовать в челлендж, а, наверное, будет интересно, и, возможно, это будет интересно не только судям, может быть, в целом юридическому сообществу, если полностью все, в том числе и председатель суда, поучаствуют в этом интересном проекте. Как оказалось, проект в большинстве своем был одобрен. Это интересный такой вот забавный, забавный проект. Я думаю, что здесь нет ничего плохого. Наоборот, вызывает у всех добрую, приятную улыбку о том, что судьи — это люди. Они также хотят и расслабиться, поздравить друг друга с улыбкой. И я думаю, что этот челлендж, этот клип, он, наверное, 99%, можно сказать, он несет позитива. — А вот скажите, пожалуйста, абсолютно уверена, что сейчас нашего зрителя интересует, как вы вообще все успеваете, стараетесь совместить и вот такую вот серьезную деятельность. И тут вам пришла такая идея. Абсолютно уверен, что 2017 год тоже не будет закрытым годом, да? То есть вы будете выдумывать. Вот как вы стараетесь все совместить? Всего лишь 24 часа в сутки. — Ну, первое. Для того, чтобы все успевать, нужно любить свою работу. Я работу свою люблю, и об этом говорил уже. У нас сформировался коллектив, который в подавляющем большинстве своем любит свою работу. И даже в эти трудные времена, когда идут гонения на судей, их бьют, им угрожают. Мы любим свою работу. Мы гордимся тем, что мы являемся судьями. Мои сотрудники аппарата гордятся тем, что они сотрудники аппарата. Непосредственно работают в Киевском суде. И они с гордостью несут это знамя. Вы знаете, первое, нужно научиться планировать. Второе, и самое, наверное, главное, должно быть желание. Желание, к примеру, вносить в свою работу что-то новое. Мы говорим, Европа — это хорошо. Давайте у Европы брать хорошее. Плохое не будем брать. Там и плохое есть. Каждый день мы должны что-то выдумывать, что-то новое. И самое главное, в этом всем должен быть происходить диалог с населением, с нашими гражданами. Чтобы они почувствуют, мы не просто там где-то развлекаемся и думаем о себе, а суд полностью поглощен работой, как государственный институт, на благо своих граждан. Быть открытыми, общаться с ними. Как мы выбрали свою позицию, Киевский суд десятки раз в Киевский суд посещает студенты различных вузов в течение года. Десятки раз идут посещения старшеклассников, 10-11 класс, для популяризации юридической профессии, для открытости судебной системы, которые могут прийти в открытое судебное заседание, могут походить по канцеляриям, пощупать эти дела, зайти в архив, посмотреть, что такое поспрашивать уголовное дело, гражданское, пообщаться с судьей, посидеть в судебном заседании, почувствовать дух суда. Только вот сегодня я со своими коллегами были в одном из интернатов нашего Киевского района. Это обездоленные дети, у которых не хватает им родительского внимания. И мы посильный вклад сделали для того, чтобы и они могли ощущать праздник Нового года. И это не одинокая какая-то там пиар-акция, которая делается, допустим, под Новый год, либо под какое-то событие. Несколько десятков таких посещений также происходит у нас в течение года. Поэтому все это нужно делать. И если у тебя будет желание, и ты готов поделиться радостью, и готов поделиться счастьем, я же говорю, если ты сделал что-то доброе для своей семьи, это не считается. Сделай что-то доброе для чужого человека, для соседа, для человека, которого ты никогда в жизни не знал. Прежде всего делай профессионально, исполняй свою работу. Исполняй ее честно, справедливо. И люди поверят, что ты работаешь для них. Ты работаешь для этого государства. Вот как раз, если возвращаться к вашей работе, о резонансных делах Киевского суда, мы поговорили немножко, но если говорить больше о конкретике, какие есть результаты? Вот есть что-то, что поразило вас за этот год? Вы знаете, если я начну перечислять резонансные дела, нам не хватит, наверное, не то, что часа, нам и трех часов не хватит, потому что в течение года огромное количество рассмотрено Киевским судом различных интереснейших и резонансных дел, уголовных, гражданских, административных дел. Я просто приведу пример. Лишено 259 человек прав за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 259 человек. Лишены прав от трех до десяти лет около десятка человек. И мы сегодня с вами знаем, с июля месяца вступил новый закон в силу при нарушении статьи 130-й. У человека нет альтернативы. Он будет на год лишен прав и 10200 гривен будет оштрафован одномоментно, будет оштрафован за это нарушение. Но люди, к сожалению, продолжают употреблять алкоголь. Они не понимают, что ты не просто будешь на год лишен прав и пострадаешь материально. Ты можешь забрать здоровье по своей глупости у другого человека. Можешь лишить кого-то жизни. И здесь нужно сделать, в принципе, такую государственную программу. Возможно, в виде роликов, в виде каких-то социальных проектов, где людям ежедневно доносить. Употребление алкоголя должно быть просто страшно. Человек должен бояться даже, приблизиться к рулю, если он хотя бы, я не знаю, немножко употребил любого вида алкоголя. В течение года Киевским районным судом в порядке гражданского судопроизводства вынесены решения, которым вернули земли одного из санаториев. Если брать уголовное дело, мы знаем нашумевшее дело, когда маленького ребенка убил отчим, уже прошло у нас и апелляционный суд, и человек получил реальную меру наказания и отбывает сегодня. Но опять же, человеческую жизнь мы не вернем. Насколько бы не было бы строго наказания за свое деяние. Семь лет лишения свободы получил бывший сотрудник правоохранительных органов, который организовал преступную группу и по независимым от него обстоятельствам не довел до конца то, что он задумал. Хотел совершить разбойные нападения на конкретный дом. И в результате данного преступления могли бы не просто люди потерять имущество, в принципе, могло бы пострадать их и здоровье, и люди часто лишаются жизни. Я могу перечислять дальше. Я думаю, что нет в этом такой большой необходимости. Вы знаете, есть сегодня большие проблемы у нас с полицией, вы об этом знаете. И сегодня реформирование полиции не закончилось. У нас недостаточно следователей, как и в районных отделениях, так и в областном аппарате. Есть сложности. Я буду верить в то, что 17-й год это все исправит. И любые преступления, которые будут совершаться не только в Одессе, в нашей стране, они будут пресекаться, не будут раскрываться. И в суд будут поступать дела полностью с нормальными доказательствами. И не будут делать крайнюю судебную систему, когда доказательств не будет. И когда судья не просто вынужден, а обязан, к примеру, по уголовному делу выносить оправдательный приговор. Почему он выносит оправдательный приговор? Да потому что нет доказательств по конкретному делу. Пожалуйста, сторона обвинения доказывайте, и мы выполняем свою работу, выносим объективные и справедливые решения. В принципе, в будущем, и мы сегодня рассматриваем такую ситуацию также, скоро будет стартовать проект медиации, когда люди в досудебном порядке, в том числе и в нашей стране, смогут договариваться и не доводить дело до суда. Вы знаете, нужно, наверное, чтобы приходили, чтобы мы пришли к тому, людям было невыгодно судиться, и они могли любыми путями договориться, найти общий язык и не доводить дело до суда. Пусть у наших, у граждан дела в большинстве в своем разрешаются миром. Потрясающе. Спасибо за этот эфир. Очень много, я думаю, зрителей почерпнул особенно инноваций и вера в лучшее действительно будущее, что 2017 он будет лучше. как для вас, судей, чтобы не было никаких гонений и так и для нас. Я хочу от всей души поздравить непосредственно вас, ваш коллектив, одесситов с наступающим Новым Годом, Рождеством Христовым. Это большие праздники, которые мы ждем, мы любим. Пусть они принесут эти праздники в наши дома радость, спокойствие, тепло, уверенность в завтрашнем дне. У нас все будет хорошо. Должно быть позитивно, хорошо, не только в судебной системе. Должно быть во всех направлениях нашей прекрасной страны. У нас мощная, сильная страна. Я верю в то, что у нас все будет стабилизироваться и в 2017 год мы пойдем вверх. И многие проблемы, о которых мы сегодня думаем, они идут в сторону. Спасибо вам огромное. Присоединяюсь к вашим словам и напоминаю зрителям, что у нас был председатель Киевского суда Одессы Сергей Анатольевич Чеванкин. Это было с вами Анна Кравцова. Вечер на седьмом. Абсолютно уверена, вы почерпнули очень много новой интересной информации. Встретимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова